Несмотря на название, улица Новой уже много лет, и благоустройство её дворовых территорий не проводилось, наверное, столько же. Всего четыре дома, расположенных в старой части города, в густых и зарослях деревьев, кажется, долгое время были забыты местными властями. И вот представителями администрации городского поселения Видное была организована встреча с жителями. Первый предложенный план ремонтных работ их не устроил. В связи с этим состоялась вторая встреча с обсуждением внесённых поправок. Нам предлагают сделать зону отдыха, лавочки, столик. Но мы этого не хотим. У нас это было уже, но приходит молодёжь, и покоя нам ночью нет. Просто здесь развлекается молодёжь. Мы просили, чтобы нам заасфальтировали дорогу, чтобы мы не падали. Мы здесь падаем, ходим. И чтобы вот эти деревья, вон они падают. Вон отвалилось, чуть на мальчика не упало здесь. И всё. Мы больше ничего не... И подрезать нам кустарник, и всё. Мы больше ничего, нам не надо. Жители отказались от строительства детской и спортивной площадок. А три бельевые площадки, столь необходимые для жильцов первых этажей, попросили обустроить на газонной части. Мы две зоны отдыха сделаем также на газонной части. Но жители всё-таки согласовали устройство парковочных карманов не со стороны улицы, я имею в виду дороги общего пользования, а всё-таки на территории своих дворов. Помимо этого будут отремонтированы дороги проезжей части и подходы к домам. Полностью восстановят уличное освещение. Произведут вырубку сухостоя и аварийных деревьев. Взамен посадят новые зелёные насаждения. Мы, естественно, учтём именно то, что хотят жители. И внесём соответствующие коррективы в план работы, вот в эту схему благоустройства. И в ближайшее время я направлю эту схему уже главе Ленинского района для утверждения. Улица Новая стоит в планах на следующий год. Глава Ленинского района поставил задачу до 1 сентября завершить все обсуждения на дворовых территориях и с этими схемами выйти на сметные расчёты. С тем, чтобы до принятия бюджета в поселении, то есть до 15 ноября, все планы благоустройства на 2017 год были согласованы, в том числе и финансово. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.